Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима, канал о моде и красоте, также о бунном шопинге. Хочу показать вам свою блузу, которую я купила на рынке, о ней я рассказывала, она стоила, если не ошибаюсь, 13 евро, поскольку я купила две блузы, цена одной была 10 евро, другой 13, то в общем-то мне отдали все вместе за 20 евро. Соответственно, цена этой блузы 10 евро, и как видите, можно носить ее без пояса, можно носить с поясом, на мой взгляд, на 10 евро она смотрится просто потрясающе. Хочу показать вам еще одну блузу, она тоже с рынка, купила я ее в прошлом году, и поскольку стою в летние вещи, вот вам ее покажу. Сегодняшнее видео я тоже записываю в блузе с рынка, и по ней невозможно определить, что она с рынка, потому что у нее хорошие швы, все хорошо и аккуратно сделано, стоило она тоже 10 евро, возможно 13 евро, сейчас я не вспомню. И хочу сказать, это тот случай, когда вещь, стоящая 10 евро, выглядит не на 10 евро, а даже если выглядит на 10 евро, то это не обидно. Сегодня я выгляжу вот так, в таком виде я повезла ребенка в сад, а платья для меня, они стоят на вершине моей стилистической пирамиды. Я считаю, что это лучший вариант одежды для женщины, но платья тяжело носить. У платьев есть своя особенность, я обязательно запишу видео, посвященное платьям, но хочу обратить ваше внимание, что если у вас есть вот такие платья, которые очень строгие, которые подходят для офиса, которые отвечают параметрам даже очень строгого дресс-кода, можно закомпоновать вот так просто. Я очень часто говорю о белой спортивной обуви, о кроссовках, о кедах различных. И вот хочу вам показать, как можно, в общем-то, все это закомпоновать, чтобы выглядеть уместно, чтобы было удобно, и таким образом обыграть, как я уже говорила, старомодные вещи, которые имеют сложный крой, сложную фактуру, либо вот такой явно выраженный, ну классический крой, классический цвет. Такие вещи кажутся скучными, кажется, что от них, возможно, уже пора избавиться, но нет, их можно обыграть совершенно, совершенно, совершенно интересно при помощи вот таких деталей, как в данном случае белые кроссовки. Но таких деталей и таких способов неожиданной компоновки их очень много, но сегодня я вам покажу вот с белыми кроссовками, именно потому что я очень-очень часто говорила о том, как вот такие классические вещи можно компоновать вот с такой спортивной обувью, которую легко найти в продаже, которая очень часто не так дорого стоит. Сегодня я хочу обсудить с вами видео вот этой девушки, давайте посмотрим, я скажу, что я вижу на этой фотографии. Давайте посмотрим вместе, я скажу, что я вижу на этой фотографии. На этой фотографии я вижу живот, вот живот у этой девушки, он явно вот тут присутствует. Хочу обратить ваше внимание, что живот у этой же самой девушки присутствует, в общем-то, и в черном платье. Как видите, выточки, они слегка расходятся, может быть, даже и не слегка, тут, в общем-то, кто как посмотрит. но хочу показать вам хочу показать что в общем то я вижу все эти недостатки прежде всего потому что это моя фотография хочу вам сказать что очень часто мы относимся слишком критично к самим себе безусловно а доля самокритики она должна присутствовать когда мы выбираем как нам одеваться когда мы компонуем наши ансамбли но она не должна переходить как какие-то какие-то разумные пределы поэтому пожалуйста делайте себе сэлфи смотрите на свои фотографии чтобы видеть как вы выглядите со стороны но пожалуйста не зацикливайтесь на каких-то недостатках которые очень часто возможно вы видите только вы хочу сказать что в общем то у этой девушки да вот я ее знаю лично мне очень то есть проблема некая с лишними килограммами но я думаю что большинство людей которые посмотрят на эту фотографию они увидят но прежде всего хорошую компоновку цвета достаточно уместный аутфит при этом аутфит достаточно неожиданного для такой прогулки то есть не были выбраны брюки не были выбраны шорты а было было выбрана юбка и в общем то это всегда похвально когда женщина носит юбку с отличие от личностных мотивов я могу сказать что эта женщина молода она выглядит хорошо нами хорошо потому что она выглядит нетривиально прекрасное сочетание цветов все очень просто но при этом на мой взгляд очень стильно очень хорошо работает и при этом повторюсь очень ценно то что на прогулку с детьми было надета юбка могло быть здесь платье как правило девушки избегают на прогулку с детьми одеваться вот так женственно и так на мой взгляд красиво поэтому пожалуйста одевайтесь женщина одевайтесь красиво а сколько у вас лишних килограмм на самом деле можете решить только вы это может быть плюс 5 килограмм лишних плюс 35 лишних килограмм когда мы набираем как нам кажется лишний вес мы просто напросто ограничены выборе тех или иных фасонов то есть у нас меняется силуэт из-за этого у нас меняется в общем то и правило выбора для нас той или иной одежды но все остальные инструменты такие как правила формы правило цвета правило контраст они у вас руках это не мешать не должно мешать нам а выглядеть хорошо одевайтесь красиво одевайтесь ярко не откладываете на завтра когда вы похудеете когда возможно вы будете накрашена когда у вас волосы отрастут нет здесь и сейчас проживайте свой прекрасный день вот таких ярких аутфита а тема сегодняшнего видео что должно быть дорогого в уфите и хочу сказать что я уже записала видео о том что должно быть дорогого какая вещь должна быть дорогой в гардеробе. Хочу обратить ваше внимание, что есть некая разница, что должно быть дорогого у нас в гардеробе. Я уже записывала видео на эту тему, сказала, что дорогим, к сожалению, должно быть пальто и объяснила почему. Так вот сейчас речь пойдет о том, что должно быть дорогого на нас надето, когда мы делаем тот или иной ансамбль. У меня очень хорошая новость для всех, но знаю, что это видео будет воспринято очень неоднозначно, потому как нам просто внушили и внушали последние десятилетия, даже не последние 10 лет, что у нас должна быть статусная сумка, у нас должна быть вот такая обувь, вот такие украшения и так далее. Поэтому несмотря на то, что посыл этого видео будет от этой свободы идеи того, что одеваться можно хорошо, красиво и стильно за небольшие деньги, потратив минимум времени, я знаю, что это видео очень многих расстроит, потому что с одной стороны не к чему будет стремиться, очень легко стремиться к чему-то конкретному, вот какой-то конкретной, допустим, сумке к каким-то конкретным украшениям. С другой стороны, это видео может расстроить тех, кто уже имеет дорогие вещи в гардеробе, но выход есть всегда, давайте посмотрим. Итак, если вы на данный момент ограничены в средствах, которые можете потратить на свой гардероб, на то, чтобы его обновить, на то, чтобы его приукрать, то это совершенно не должно смущать, потому что сегодняшняя мод очень четко диктует правила. Ни одна из вещей в вашем аутфите не должна быть дорогой, не просто не может быть дорогой, а именно не должна быть дорогой. Если вы хотите выглядеть современно и модно, вы должны исключить прямое напоминание, прямую отсылку к цене бренда, который выпустил ту или иную вещь. А это не значит, что вы должны одеваться только на китайском рынке, как очень часто делаю я. Нет, вы, безусловно, можете покупать себе дорогие качественные вещи, если вы можете на них потратить деньги, если вам нравится тратить на них деньги, но эти вещи дорогие выглядеть не должны. То есть они должны быть без лейблов, они должны быть без принта узнаваемого, без принта, допустим, узнаваемого в этом сезоне, либо классического принта. Мы говорим, допустим, об Эрбаре, у них классический принт, который с года в год узнаваем. Простые лаконичные вещи, либо эксцентричные вещи тоже допускаются, но мы помним, что такая вещь должна быть одна в компоновке, все остальное должно быть очень простым. То есть это, на мой взгляд, очень хорошее для тех, кто, повторюсь, ограничен в средствах, а также ограничен в доступе к магазинам с хорошей одеждой. Я думаю, что большая часть России как раз-таки находится в той ситуации. Хочу обратить ваше мнение, что меня очень заинтересовала тема провинциальности. Я выпущу еще одно видео о том, почему очень часто возникает вопрос, я выгляжу как провинциалка, либо ты выглядишь как провинциалка. Это видео информативно никак не продублирует то, что я уже выпустила, поэтому обязательно посмотрите, я думаю, что оно будет полезно и интересно многим. Что же делать тем, у кого уже есть дорогие вещи, а как правило, это дорогие статусные, так называемые статусные сумки, какие-то украшения, также ювелирные украшения, допустим, дорогие часы, дорогое обручальное кольцо, либо кольцо, которое дарится на помолвку, это все входит в список дорогих вещей, которые составляют также аутфит. Если у вас есть желание надеть, допустим, дорогое украшение, дорогие часы, при этом издалека, может быть, не видно, что эти часы дорогие, это можно определить только, когда человек на шаговой, скажем так, дистанции, это может быть сумка, это может быть обувь. Правило, в общем-то, сейчас достаточно жестко, если вы хотите выглядеть хорошо и стильно. Только одна дорогая вещь должна быть в вашем аутфите. Это подразумевает, что если вы надеваете кольцо, допустим, с бриллиантом, которое было подарено вам на помолвку, все остальное, все остальное вы снимаете. Вы не надеваете часы, либо надеваете часы самой демократичной марки, например, Swatch выпускает прекрасные часы, снимаете все с ушей, вы снимаете все с шеи, то есть ничего другого не должно указывать, в общем-то, на некую дороговизну того или иного предмета. Вы не берете в руки дорогую сумку, берите безымянный клатч, либо я очень часто хожу с телефоном, с ключами, с кошельком, и, в общем-то, все это прекрасно у меня уживается либо в карманах, либо непосредственно в машине, я все это оставляю, и несу с собой в руках вот только то, что мне нужно. И хочу показать вам пример такого аутфита, что называется «Дорого-богатое». Этот аутфит станет также героем ролика о провинциальности. Я покажу вам, как очень легко опуститься на стилистическую ступень ниже, и как, в общем-то, можно подняться, как можно, в общем-то, спасти вот такой очень тяжелый классический аутфит. Что здесь тяжелого, что здесь дорогого. Поновка на высоком каблуке уже подразумевает, что все остальное должно быть, но очень простое. Здесь мы видим часы, здесь мы видим кольцо, здесь мы видим даже красный лак на ногтях. Поэтому, на мой взгляд, если девушка хочет остаться на каблуках, ну, допустим, какая-то оказия, которая требует каблуков, абсолютно нужно снять часы и кольцо, оставить красный лак, потому что в моменте, наверное, нет смысла его стирать. Что делать, если девушка хочет оставить кольцо? Однозначно снимать часы. Каблуки можно оставить, если того требует ситуация. Я бы брала тогда и пояс. Что делать, если хотим оставить только часы? Однозначно снимаем пояс, потому что часы более заметны, чем кольцо. Оставляем туфли на каблуках, если того требует ситуация. Такой аутфит, он очень привычен, я думаю, для российского зрителя многих федеральных каналов. И хочу сказать, что здесь, в общем-то, все достаточно неплохо, все имеет место быть. Но этот аутфит, благодаря вот этим деталям, он не сможет занять достойную позицию среди фотографий стритстайла. По собственному опыту хочу сказать, что вот такие детали, на них трудно обращать внимание, сразу они не видны. Но, как я всегда говорю, главное не бояться компоновать, главное не бояться смотреть на себя. С одной стороны, достаточно некритично, а с другой стороны, в общем-то, соблюдать холодную голову, помнить некие правила, самые простые правила компоновки, и все обязательно получится. Это была Яна Скворцова. Всем хороших, недорогих аутфитов. За совершенно вменяемые деньги при минимуме затраченного времени. Пока-пока.